Вот она. Я как открыл, здесь такие ручки были деревянные, черные, я открыл и туда зашел. Я ей кушать умею готовить, вкусно очень. Сам рецепт всякий придумал. Ну, так вот. Ну, а так вообще отлично все. Я не жалуюсь, что у меня их нет. Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансара. Рядом со мной стоит Владислав. И не все знают то, что именно Владислав рассказал нам про историю Василия Васильевича, того самого отшельника. Именно благодаря ему жизнь Василия Васильевича кардинально изменилась. Владислав написал, что у него есть еще одна история. Владислав, а можешь в двух словах рассказать, что это за история? Ехал в автобусе до электрички и заметил человека, который слева от меня сидел. Ну, сразу я заметил, что у него с руками какие-то проблемы. Наверное, минут буквально 7 прошло. Ехать там порядка получаса нам. Он подсел ко мне сам и, ну, что-то разговаривали с ним. Ему нужна была помощь в телефоне посмотреть, как ему доехать обратно. Потому что время уже было там порядка 8 часов вечера. И вот так мы доехали до электрички, постояли с ним еще там пока, ждали автобуса, кто куда разгребется. Постояли, поговорили, обсудили. Ну, в принципе, парень хороший. И поэтому вот написал Дмитрию, думаю, осветить эту ситуацию было бы хорошо. Потому что человек, ну, он позитивный, хороший, хоть я с ним познакомился. И буквально общались мы там 30 минут. Ну, прям энергетически такой заряженный, от него прям прет энергия. Несмотря на то, что вот у него такая трудная ситуация, человек как бы не вешает нос и живет. Приспосабливается. Спасибо Диме, что в очередной раз откликнулся. А что у него с руками вообще? Ну, у него нет кистей. Даже выше, середина локтя вот до кистей просто вот, ну, нет, ни пальцев, ничего. Владислав сказал, что вон, собственно, Саша стоит. Он встречает. Сейчас тогда ему петличку одену тоже. Саша, приветствую. Так, Саша, я тогда петличку сейчас поеду. Как настроение вообще? Да, все отлично. А ты можешь показать, вот, как ты живешь, как бы быту? Да, пожалуйста, пойдемте. Я только сейчас увидел, что у тебя в ВКонтакте две тысячи фото. Я люблю фотографироваться. Саша, сколько тебе лет? 29. А с руками у тебя как давно? С 2009 года. Мне тогда 16 лет было, у меня ударило током 6000 вольт. Ого. Был 9 операций, полгода в Любрицах лежал в ожоговом отделении. Ну и так постепенно, не отрезали, отрезали и все. А ты помнишь тот день? Да. А как это было? Там у нас гараж был, но он сгорел. Я ходил собаку кормить, и вечера была темнота. Тут вот столик есть, пьяные сидят. И там сидели пьяные, меня напугали. У меня хотели, как помню, голову разбить. Там стоит трансформаторная будка. Я не понимал, что там такое. Я в нее забью. Ну, как зашел, там открыто было. А как темнота, и меня долбанул током. Я на одном месте вот так вот прокрутился. Упал, вот так вот прокрутился. Потом оттуда вышел, у меня руки вот так вот согнуты были. Пошел к другу. Это здесь вот две четырехэтажки стоят. Постучался в дверь. Мне вызвали скорую. Сделали два укола. Отвезли сюда, в Половский посад, в больницу в ЦРБ. Положили меня в реанимацию. Я отлежал до утра. И в 11 часов дня следующего дня меня повезли в Любриц. И я там лежал. Две недели я лежал там в реанимации. Потом меня перевели в отделение в Жабове. Вот она. Тут деревянные двери были. А вот здесь вот столик. Постоянно ошивается алкаши. Я вот, ну, как открыл. Здесь такие ручки были деревянные, черные. Я открыл и туда зашел. И там я помню, как стоит вот такой этот. По бокам такие дуги. И все жужжит. Я отсюда вышел. Я пошел вон в тот подъезд. Вон туда к другу постучался, помню, ногой. И присел на это, ну, на лестничные площадки. Меня вызвали скорую и потом меня увезли. Вся беда, что она открыта была. Ого. Ну, так вот. Посуду мою как двумя руками включаю. Кран тут открыл. Зубчищу вот. Бреюсь как. Достал эту. Себе сделал. Вот смотрю. Сюда. И вот так вот бреюсь. Я еще раз повторю. Жить захочешь, всему научишься. Кто-то, например, с руками, с пальцами ленится. Там есть готовить или что-то. Я что, буду кого-то просить? Я лучше сам буду учиться делать. Мне же это жизнь пригодится. Такую машинку, если что, раз открыл, вещи положил, закрыл. Тут это я вот так вот открываю. Порошка сюда насыпал или залил специальной жидкости. Закрываю. Выбрал. На кнопку нажал. И все. Когда достирает, я подожду, когда она челкнется. Открываю, вещи достал и пошел в коридор увешать. Саша, откуда ты берешь позитив, когда у людей проблемы в жизни? Да, я на это внимание не обращаю. Пускай меня хоть и шаком назовут. Я буду смеяться и улыбаться. Потому что я жить хочу. А вот сразу после удара ты видел свои руки? Да. У меня почти каждый палец только вот раскрылся, как ракушка. Пахло очень неприятно, невкусно. Паленым. То есть практически моментально они уже... Ну, они практически все сгорели, да. А постепенно мне делали операцию, отмирал. Это как гангрена называется. Ну, и потом, когда меня сюда привезли, купили вот мне компьютер. И я постепенно-постепенно начал привыкать, писать, писать, что-то. Потом мне исполнилось 20 лет. Мне нужно паспорт менять. А мы сделали... Мне когда было 18 лет, мне сделали протез. В химках. Мы заплатили со своей деньгой 486 тысяч. Нам сказали, что каждый палец будет шевелиться. Ну, как у нормального полоценного человека. Мы с мамой ездили туда пять раз. Ну, Слепкина, ну, вот на эту руку делать. Приехали, все. Из Германии протез заказывают. Все, нам протез отдали. Я как... Ну, как будто кисть разжимая, она на протезе разжимается. Я кисть вот вниз опускаю, она зажимается. И чего? Мне исполняется 20 лет, а я этот протез всего лишь три раза одевал. Отец говорит, тебе сейчас мать даст протез, ручку, потом тетрадку. Одевай этот протез и пытайся расписываться. А как я его одеваю, ручку, ну, разжимаю... Ну, как он разжимается, ручку берут. Получается, ручка выскакивает, и я не могу ничего с ним сделать. И вот, когда я в 2019 году я научился, ну, как, двумя руками вот так вот писать, рисовать. А в паспорте я расписался фамилию просто, что я написал, и все. А так, ну, это тяжело, конечно. Я и кушать умею готовить, вкусно очень. Сам рецепты всякие придумываю. А так, молодец, пожалуйста, там за компьютером, там что-то приготовить. Это я все могу. А ты помнишь, вот, первый день, когда ты вот проснулся, ну, ты понимаешь, что все равно, когда все это произошло, был шок. Ну, да. А вот первый момент, когда ты осознал, что с руками уже что-то... А это я осознал влюбиться, когда со мной мама лежала. И то я не понял. Меня после реанимации, когда перевели в палату, я помню, на левой руке у меня трубка была, как гипс, а на правой руке у меня была кисть, не было указательного пальца. И вот я так на этот протест смотрю, я говорю, а что такое? Я говорю, мам, а чего у меня пальцев нет? Она мне говорит, а тебе, говорит, разве врачи ничего не сказали? Я отвернулся к стенке и начал плакать. А потом как-то, ну, как-то, ну, все само. Я привык, не страшно. И так вот. Есть такое мнение о том, что когда у людей что-то происходит с руками или с ногами, их, как это происходит, да, их ампутируют, то потом, возможно, образуется как некий такой фантом, ну, или ощущение то, что... Ну, да, были у меня фантомные боли, и ощущения эти неприятные. Это постепенно нужно к этому привыкать. Так вот бывает вот в руках дергать там что-то вот. Ну, я помню, где пальцы были, я могу пошевелить, допустим, мизинец безымянный, средний, указательный, большой, но когда вот эти вот, ну, как их загинаешь, ощущения неприятные здесь вот, сухожили их отдают. Как будто вот как проволока там натянутая какая-то. Я одной рукой до него дотронулся, а другую руку я оттягивал. Помню, я говорил так вот, мама-мама, по-моему, ги-ги-ги-ги, не-не-не-не-не. Ну, я весь трясся, конечно, стоял. А мне одной рукой, как я ее пытаешься оттянуть, она у меня не оттягивается. Я другой рукой вот так вот в бок ее. Мне сделали операцию, как я ходил на перевязке, там, врач как смотрит, как чего так. Если видишь что-то не так, так предупреждал он меня завтра не есть, не пить. Ну, я говорю, чего, ну, опять будет операция, и вот так вот. Когда мне мамка сказала, что у тебя, я говорю, пальцев нет, она сказала, тебе ради врачи ничего не сказали. Я тогда заплакал, и все, я потом понял, что, а дальше чего, а дальше лучше ничего не сделают, то, что будет, то будет. И я себе даже вот сейчас в голове вот это, а что, плакать там, что-то случилось, а что, плакать, я что, девочка, что ли, какая-то, я не девка, что плакать. Что будет, то и будет. Многие просто там работу, их уволили, они все, теряют интерес к жизни. Да это полно, это много сейчас народа такие. Даже с пальцами, с руками с нормальным делать, вот это я не хочу. Я это делать не буду, за меня там это кто-то сделает. А кто же тебя сделает, если ты должен будешь делать? Ты же один, так наверняка, когда-нибудь останешься. Каждого вот так вот просить, сделай мне это, сделай то, на это не согласятся. А ты на сообщения сам отвечаешь? Да, я и в телефоне, вот у меня телефон с кнопками. Я раз тут нажимаю, ну по буквам, конечно, там, допустим, привет, сейчас. Как говорится, жить захочешь, всему научишься. Мышкой так вот управляю. Писать, допустим, вот залез. Вот этим крючком пишу. Ну и так вот, так двигаю. Это не сразу, конечно, дается, это постепенно, но тяжело, но привыкаешь. А ты помнишь жизнь до вот этого случая, то есть, какая она была? Ну как, жизнь была я учился, в детстве машинами занимались, там, движки перекидывали, катались, снимали, чинили. На велосипеде могу ездить с этими руками. На руль просто кладешь вот так вот руки и попер, педалями крутить. Были ли люди, которые отвернулись от тебя? Друзья. Ну потом у меня постепенно начали другие друзья появляться. С теми я так привет, пока не гуляю, не общаюсь. Ну так, как не общаюсь, привет, пока и все. То есть просто ничего не объяснили и перестали в один момент. Ну да, и некоторые так смотрят, допустим, вот там где-нибудь в магазине там увидят одну руку или вторую, глаза вытаращивают. Жить-то можно же. До этого момента какие у тебя были планы на жизнь? Я хотел пойти после девятого класса отучиться, пойти в общежитие, в Шарагу, учиться на автомеханика. Ну, получилось, а все, я уже, считай, школу заканчивал, мне осталось там сколько, два дня доучиться и все, девятый класс я закончил. Ну, значит, судьба так распорядилась. То есть буквально за два дня до окончания девятого класса все это и произошло. А сколько времени ушло на то, чтобы приспособиться? Не один год, я точно не могу сказать, но не один год. И это я вот постепенно вот чему-то учился, учился, до сих пор вот чему-то, допустим, научился. Я много чего умею делать этими руками. Правда, шнурки не могу завязывать и носки одевать. А остальное все умею, посуду сам мою, в магазин сам хожу. Там карточку раз, вытащил, расплатился или деньги. Раз, дал, карман так вот, подтянул, попросил, можете сдачу положить и все. А были вот такие моменты, когда вот, ну, что-то хотел сделать и не получалось? А это бывает, у меня часто такое, что-то не получается этими руками сделать. И я начинаю себя обзывать, как ругаться, вот хочется прям просто вот начать орать. Это бывает, у меня часто такое, просто беситься начинаешь. Но это не стоит этого делать. Надо себя просто как-то изнутри заставлять, что надо, надо, ты это должен сделать. Никого не просить, чтобы... Родители же тоже не вечные. Когда-то я же тоже один, наверное, останусь. И как-то же надо будет жить, а не каждого там какого-то прохожего просить сделать мне это, сделать и то. И так вот я учусь, я этому делаю сам, чтобы никого не просить. Ну, а так вообще отлично все. Я не жалуюсь, что у меня их нету. А до вот этого инцидента была ли девушка у тебя? Была. А что с ней стало? Мы просто перестали общаться, она у меня старше была. Ей было 19 лет. Сейчас, ну, она потом замуж вышла, двоих детей родила. Какой они сейчас, в шестой класс, наверное, ходят или в пятый. Так бывает, то она меня в черный список добавит, я не понимаю, то вытащит меня из черного списка. Когда видит, начинает смотреть на меня. А до мая 2009 года было все нормально? Ну да, все отлично. А в больницу она приходила? Нет, а я же лежал, это же в другом городе находится, Люберца. Вот тут Ларгус машина стоит, я 8 сентября того года на ней ездил, сам за рулем. Правда, вдруг сидел впереди, скоростя переключал, а я вот так вот рулил. Ну, и на педали лежал. А права есть? Нет, ну, мы так катались, похулиганили. А получить можно тебе, правда? Скорее всего, да. Только как, машины должны быть, наверное, специальные какие-то переключения, там, это что-то. Слушай, а это что, это вот такое вот? Это гриб. А это, который комбуча называется? Я не знаю. Это чайный гриб? Ну да, 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 чайный гриб. Ну, я его постоянно там делаю, там, допустим, заварку с кипячем, кошка открою, поставлю, охлажу, песку насыплю, раз, туда и заварку. А я обратил внимание, у тебя в комнате есть металлоискатель. Да. А это для чего он? А это мы с папкой бывало летом выезжали, ну, где-нибудь здесь у нас по местности проедешь, там, раз, возьмешь его, так нажмешь и пошел с ним вот так вот искать. А что находило интересное? Ну нет, чем эта история зацепила меня? Как я говорил уже, мало людей позитивных есть вообще, а тут человек, мало его зная, сразу как-то показался мне, ну, энергетически он приятен как-то, предрасполагает себе. Люди некоторые с руками живут не так, как он, вот, в такой ситуации. Вот он рассказывает про события, да, потому что действительно было предательство друзей, было предательство любимой девушки, но у него нету обид, то есть вот он, ну, как будто отпустил, принял эту ситуацию и живет с этим. Это, наверное, очень удивительное такое качество, радоваться тому, что есть. Так, вот, в основном, вот эту вот нижнюю часть мы находили. Ого, это какие-то очень старые монеты, да? Ну да. Тут разные года, 1870-1970. 1877 год. Это получается вообще до революции еще. Слушай, целая коллекция, это какая-то вообще старая монета, да? Ну да. Очень старая. Написано БМ Екатеринина. Екатеринина, да. Екатеринина, вторая. Екатерина, вторая, да. Вот это, да. У тебя целый музей. А вот это что? Это 1747-й. У тебя тут целая история собрана. А так вот его берешь там. Это он еще. Так, что там, включаешь его, разберешь так и ходишь вот так вот. Ну, это я так хожу. Саша, часто ли приходится к людям обращаться за помощью? И часто ли помогает, или бывает отказывает? Бывает и отказывает, но я не люблю обращаться. Потому что я, ну, как вот я привык, вот это, допустим, сам делал. Ну, отказывали раньше, да. Ну, меня просто смотрели как, сам, сам. Ну, или вы пугались просто рук, и все. А пенсия большая сейчас? 13, да, 13 тысяч. Первая группа инвалидности у меня. Ну, вот заплатили за месяц 9 900 за квартиру. Это, считай, вот одна пенсия улетела. А как? Тут у нас ванны ничего нету. Ремонт тоже вот с отцом делали. Полы тут стелили. Тоже вот потолки подвесные тоже за свой счет. Кредит, кредит. Ну, и как он? Кредит берет. И вот постепенно с двух пенсий. То, что, ну, там надо за квартиру отдать. Мы с ним договариваемся. Он спрашивает, как за кредит отдает. И вот так вот как-то выкарабкаемся живем. Отец тоже давно пелся. Саша, чем тебе можно помочь? Я даже не знаю, что ответить. Ты чем-то можешь занять меня. Чтобы я постоянно где-то... Ну, чем-то занимался. Ну, как бы работал. То есть помочь с работой? Ну, вот это, да. То, что не дома сидел постоянно. Чтобы я был чем-то занимался, был постоянно отвлечен. А то у меня что? Дом, компьютер. Дом, компьютер. Не дома, не в офисе. А именно вот что-то делать, что-то с физическим. Ну, да. Так вот, если куда-то вот. Ну, чтобы я двигался, а не сидел на месте. Ну, я для себя подходящего ничего в интернете такого не нашел. А что вот искал? Ну, чтобы чем-то там вот типа вот как-нибудь охранником там на дачах. Ну, как не охранником, а сторожем. Там, допустим, у развозчика тележек. Я вот ездил в магазин в Павловский посад. Мне пообещали. Но как руки мои увидели, что мне позвонить. И мне уже какой-то второй... Да, второй год пошел. Так никто не позвонил. Так видят руки и боятся. А чем вот свободное время занимаешь? Есть готовлю. Снег разгребаю около дома, около сарая. Машину от снега разгребаю, прогреваю. Отцу помогаю. Я там схожу. Ну, посуду мою, магазин. Вот это вот у меня. А ездишь обычно куда вот? Ну, то есть вот с Владиславом встретился, когда ты куда-то поехал? А это у меня там бабушка живет в электростателе с сестрой, с племянником. Это я туда повез. Им подарок. А есть хобби у тебя? Раньше я занимался вокалом. Мы песни пели. А в каком стиле песни пели? В 80-е, там 90-е такие. Губин, Любе. У нас такой репертуар был. Майданов. Так, когда я пою, умею голоса менять там разные. Как бабулька могу говорить, там как девочка. Почему раз я себе задавал вопрос? Для чего родиться на свет? Я заслелый рост. Саша, что бы вот сейчас хотелось больше всего? Наверное, чем-нибудь занять себя. Какую-нибудь работу, может быть, найти, чтобы не сидеть в пенсии, не хватает на себя деньги, чтобы зарабатывать. Опять же, когда-то наверняка нужно же будет. А что тебе интересно? Ты говорил про протез, что сделали какой-то протез, он в итоге не подошел, а что с ним не так? Ну, как он не подошел? Я его три раза сюда одевал, он сейчас сюда не одевается. Он просто разжимает. Я им мог схватить кружку, но нужно было вот так вот голову задирать. И мне это не помогало. Ручку, вот я, допустим, это ручка, я беру ручку, зажимаю, и она сразу же вылетает оттуда. Потом я его как-то пробовал сюда, а все. Ну, рука выросла, что он больше так. А может быть, есть возможность сделать какой-то новый протез? Не, не, мне они не нужны. Я больше руками умею делать, и больше умею делать, чем человек, больше могу сделать, чем человек с пальцами. Не, я уже так привык. Даже вот если мне сейчас, допустим, пальцы тебе присоединить, которые у меня были, что это мне надо будет долго к ним привыкать. Они мне не нужны. Я знаю, я вот этими сделаю. Вот это вот мое, все. Привык на стол. Саша, где вот берешь мотивацию, действительно, ты вот очень позитивный пальчик, мы сколько с тобой общаемся, тебя прям вот веет позитивом. Да, потому что я жить хочу, а я не хочу нос опускать там или идти куда-то бухать там с кем-то, все. Я помер, а вот так вот сел, начал плакать. Нет, это не мое, я знаю, что я сделаю это. Знаю, что я смогу. Ну, может, оно к лучшему Богу-то это виднее. Может быть, сейчас, если бы у меня были бы руки, там пальцы, ну, нормальные, пальцы были. Может, у меня сейчас еще хуже было бы с ними. Что Бог не делает, то к лучшему. А есть у тебя мечта? Мечта? Ну, с каким-то временем, наверное, найти одну единственную, родить детей, жить вместе. Ну, все же жить с родителями. Так вот. Ну, и чем-то заниматься, чтобы деньги зарабатывать. Что бы ты посоветовал людям, которые смотрят сейчас, в данный момент? Чтобы смотрели на жизнь еще дальше, что им нужно жить, чтобы не вешали нос и жили. Чтобы нос не вешали и нюни не распускали. Ты для чего-то на этот свет же родился, ты для чего-то же на этом свете живешь, значит, ты нужен тут. Надо выкарабкаться, как-то вот это вот делать, 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 делать. Не вешать, опять же, нос и не распускать нюни. Надо жить дальше, жизнь-то дальше продолжается. Честно говоря, нахожусь под впечатлением от Александра, потому что, несмотря на неприятности, которые на него свалились в довольно юном возрасте, он очень позитивный. Если у вас есть какие-то идеи, как ему можно помочь, пожалуйста, напишите в комментариях. Ему очень нужна работа. Если вам нужен ответственный работник, пожалуйста, сажите с нами. Я оставлю в описании свой инстаграм. Напишите, давайте ему поможем, потому что парень очень трудолюбивый. Отдельно хочу сказать спасибо Владиславу за его чуткость. Вот благодаря Владиславу мы познакомились с Василием Васильевичем, сейчас познакомились с Сашей. Поэтому, друзья, пожалуйста, в комментариях напишите слова благодарности Владиславу. Я знаю, что ему будет приятно. И действительно, человек с очень добрым и чутким сердцем. Именно благодаря ему у нас и получается делать такие волшебные истории. Ну, конечно же, друзья, по традиции попрошу вас проявлять максимальную активность. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты в социальных сетях. Все это помогает в продвижении этого видео и нашего канала. Не забывайте подписаться на наш канал, выбрать параметр «Все уведомления», а также колокольчик. С вами был ваш единственный канал «Сансара». Владислав, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова